МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа ныне, сегодня в выпуске. Петропаловка тонет в мусоре. Жители заречной части города обратились на телестудию, чтобы быть услышанными. Местные жалуются на большую несанкционированную свалку. Образовавшуюся на месте бывшего Ерика. Последствия непогоды до сих пор устраняются. Под натиском сильного ветра, случившегося на прошлой неделе, в Ахтубинске рухнул столб электропередач. Сегодня бетонное сооружение заменили на новое. Помощь во имя знаний в Ахтубинском районе продолжается. Благотворительная акция «Первоклассник» с целью помочь малообеспеченным семьям отправить детей в школу. И об этом не только подробнее. В начале августа в Знаменске с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов. О положении дел ему рассказали военные и гражданские медики. Глава регионального Минздрава посетил все медицинские учреждения города, а также Капустино-Ярскую участковую больницу, которая получила средства на капитальный ремонт. Федор Орлов лично пообщался с застройщиком и оценил начало ремонтных работ. Вслед за министром в Капьяр отправилась наша съемочная группа. Татьяна Фомина с подробностями. На этом кадре глава регионального Минздрава на самой верхотуре здания. Инспектирует начало ремонта участковой больницы. И пусть корпус одноэтажный, забраться на крышу не так уж и просто. Оператор Ахтубинского телевидения повторяет министерский маршрут. Ему помогают местные медики. А вот и ремонт во всей красе. Всевозможные кирпичи и доски, то есть тропила, балки. Здесь уже давно, как говорится, конь не валялся. А вот птицы гнезда свили. Пора наводить порядок. Зачищать, утеплять, настилать, прибивать. Словом, ремонтировать. Под крышей сельской больницы ранее был стационар. Теперь откроют поликлинику. Здесь, в общем-то, и сейчас чисто, светло, по-медицински уютно. Между тем, фронт работ предстоит немалый. Помимо кровли, ремонта требует канализация. Привести в порядок нужно фасад здания и внутренние помещения. На это все 7 миллионов бюджетных рублей выделила область. Подрядчику следует управиться до конца ноября. В этом корпусе будет расположена детская и взрослая поликлиника, также кабинет зубного врача, кабинет ЭКГ, кабинет, вот население просило, физиотерапевтический кабинет. Все мы здесь предусмотрим, то есть это будет расширение определенных площадей, расширение проемов. Будет эта поликлиника делаться по проекту бережливая поликлиника, то есть со всеми новыми технологиями, которые сейчас внедряются. Также будет организована здесь доступная среда для инвалидов, чтобы любой колясочник мог беспрепятственно проехать в поликлинику, записаться на прием к врачу и так далее. Лаборатория у нас централизованно находится в городе Знаменский и здесь будет комната для забора материала. То есть пациенты будут приносить, сдавать анализы здесь в эту комнату для забора материала. лабораторные исследования будут проводиться на территории лаборатории городской больницы «Зато Знаменск» и посредством сети интернет программы «Промет» передаваться лечащим врачам на компьютер. Вдвое больше бюджетных денег предусмотрено на ремонт соседнего корпуса. В нем отделение сестринского ухода. Однако 14 миллионов рублей пока что называется подвисли. Не нашелся подрядчик. Два аукциона прошли мимо. Все надежды руководства на третий. Четыре палаты – это около 30 пациентов. Это люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, восстанавливаются после инсульта и других недугов, нуждаются в палеоактивной медицинской помощи. Для них недавно приобрели 22 новенькие кровати с механическим приводом. Каждая кровать оснащена противопролежневым матрацем, штангой для подвески ручных опор, съемным боковым ограждением и столиком для принятия пищи. Чтобы больного не поднимать, ставим столики, голову приподнимаем и мы сам кушаем. Здесь же дневной стационар. Комната просторная, а главное, что помощь доступная. Болезни, эндокринные системы, органов кровообращения, пищеварения – вот основной букет страданий жителей Копьяра. Поддержка здоровью необходима. Капелька за капелькой живительный курс лечения приносит свои плоды. Мне мучают постоянно головные боли. Рекомендацию всю дает невролог, а терапевт уже меня вот направил на дневной стационар. Ну, как вам здесь? Ну, здесь вот удобные кровати, конечно. Девчонки все такие вот профессиональные. Все у них получается добрые, отзывчивые. Самочувствие улучшается. Уже даже сегодня проснулась, не так болела голова. Ну, отделение дневного стационара у нас создано на 10 коек на базе больницы. Ну, для села востребовано, конечно. Есть небольшие там у нас проблемки по поводу снабжения медикаментами, но начальство вроде как нам помогает в этом плане. В основном пациенты уже старшего возраста с десциркуляторными заболеваниями головного мозга, с гипертонической болезнью, с остеохондрозами, с лимболгиями. Ну, и бывают узкие патологии, кожные заболевания. Мы тут лечим по направлению от дерматологов. Несмотря на все ветра перемен, в селе Капустин-Яр продолжает функционировать участковая больница, в которой получает помощь местное население. Это 2500 взрослых и 1200 детей. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. И переходим к другим темам. В Ахтубинске до сих пор устраняют последствия сильного ветра. Напомним, удар стихии Ахтубинцы приняли на себя на прошлой неделе. Сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду повалило десятки деревьев, сотни веток. На некоторых зданиях была повреждена кровля. Пострадали линии электропередач. В результате чего во многих частях города случилось отключение электроснабжения. Сразу после прекращения ветра мобильные бригады приступили к ликвидации последствия разгулы стихии. Нельзя не отметить их работу в усиленном режиме. За несколько часов специалисты отремонтировали линии электропередач. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме. Уборкой поваленных деревьев занималась компания «Чистый город». Однако в социальных сетях десятки горожан продолжают делиться фотографиями поваленных деревьев. И не только. На улице Чеплыгина возле дома номер 4 ураганный ветер повалил столб линий электропередач. Бетонное сооружение приземлилось прямо на дерево, стоящее рядом. Там, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Приехали с отпуска, увидели, что опора завалена. Ну, по всей вероятности, когда был сильный ветер. Но опасность какая? Потому что здесь рядом детская площадка, потому что дети играют. Сами понимаете, что это и машины здесь ставят, и люди ходят. Естественно, это очень опасно. В любой момент он мог упасть и принести какие-то или разрушения, или люди могли бы пострадать. К ликвидации посредствий приступили сегодня. За несколько часов электрики заменили неподлежащий ремонту столб электропередач на новые с светодиодным фонарем. По просьбе администрации города Ахтубинс, нам обратились для помощи, чтобы данный столб, который был поврежден вследствие штормовых явлений на прошлой неделе, которые произошли, его заменить. Вот сегодня будет произведена эта работа, замена. В свою очередь ждет в своей ликвидации несанкционированная свалка в заречной части города. Там жители буквально утопают в мусоре. Так описала картину одна из женщин, проживающая в поселке. По ее словам, огромную свалку образовали люди, которым тяжело дойти до мусорных баков. Почему? Разбиралась Анна Яковенко. Петропавловка тонет в мусоре. С этой фразы к нам обратились жители заречной части города, проживающие по улице Красноармейской. Там в Ерике образовалась настоящая свалка. Дороги к автобусной остановке, к магазину, к школе – все проходят именно рядом с ней. Иногда людям приходится ногами разгребать мусор, чтобы дойти до нужного места. Расскажите, вот вы, да, свидетель, что здесь было раньше, какое здесь было озеро, как все было? Здесь раньше было озеро. Здесь дети каток был, катались. Этого мусора никакого не было. Наши дети здесь выросли, внуки мои здесь выросли. И все время катались. Даже рыбу здесь ловили. Потом вот это стал камыш больше расти, потом стала свалка. Сначала там валили свалку возле озера, потом камыш стал подвигаться. Теперь свалку всю стащили сюда. Ведь это же идут недалеко, это где-то же рядом все живут люди, которые сыпят это все. И собаки подыхают, сюда бросают, и кого что только тут не бросают. Коробки, пластиковые контейнеры, детские памперсы, чего только здесь нет. Запах стоит на весь район. Жители поделились на два лагеря. Тех, кто за природу переживает, и тех, кто каждый день бросает пакеты с отходами в Ерик, так как дойти до ближайших контейнеров им далеко. Это проходящая дорога. Вот представляете, все с той стороны, на автобусную остановку, они идут по этой дороге. Что тащить до мусорки, когда можно, проходя, выбросить здесь, понимаете? Давайте больше ящиков тогда ставит администрация, пусть решит вопрос, чтобы побольше было мусорное, чтобы люди прислали, ну пускай возле мусора бросили, возле ящика, но все-таки возьмут его, заберут этот мусор. Ну что, ящик один возле третьей школы, и больше его нет, здесь не едет. А, у вас только один ближайший? Один, только третья школа, больше нигде нет у нас тут мусора. Вот третья школа, мы идем. И на советский один вот там. Или что, Ужвина, то есть, Ужвина, да. Конечно, да всем далеко очень ходить. Таких людей, которые переживают за природу, в этом районе, к сожалению, мало. В основном дома купили молодые семьи, и им нет дела до территории, которая находится за забором их дома. Встает вопрос, а что же будет дальше? Мы обратились к депутату Татьяне Бондарчук, и она с нашей съемочной группой посетила это место и пообещала помочь в ситуации. Могу помочь только тем, что вот опять еще раз обращусь. Но всегда, придерживаясь того, всегда людям сегодня спросила, к кому обращались именно. Ну не надо так говорить просто, вот обращались к депутатам, обращались в администрацию. Если я вот говорю, обращалась, я могу вам целую папку принести, вот этих бумаг, а вот я сюда обращалась. Администрация и все другие обязательно на письменное заявление обязательно есть письменный ответ. А вот тогда им можно сказать, прежде всего людям надо написать заявление в администрацию, в совет депутатов, пожалуйста, говорю же Андреева, 9, и туда, и сюда, напишите письменные заявления, по ним будут работать люди. У дома Татьяны Александровны раньше тоже была такая помойка, но люди общими усилиями убрали весь мусор и облагородили территорию. Теперь там растут деревья, цветы и даже есть свой небольшой огород. Молодцы люди, прям спасибо им хочу сказать, этим людям, которые подняли эту проблему. Я, кажется, кстати, когда проходила здесь, очень редко прохожу здесь, и все время думала, ну что же люди молчат. И даже обрадовалась, когда мне позвонили, я даже обрадовалась. Слава Богу, люди заговорили. Будем надеяться, что жители домов по улице Красноармейская возьмут пример и обратятся с просьбой теперь уже в администрацию, чтобы им рядом с домами поставили мусорные баки и вывезли мусор из Ерика, потому что там без помощи техники справиться будет тяжело. Ну а мы призываем всех не загрязнять окружающую среду и думать о последствиях, ведь все начинается с малого. Анна Яковенко, Анатолий Калинкин, Георгий Буркин, Татьяна Смагина, Ахтубинск ТВ. И продолжение темы о том, как навести порядок в нашем городе и сделать его непохожим на другие. В единый день голосования, 8 сентября, ахтубинцы смогут также отдать свои голосы в пользу благоустройства территории, которую они считают первостепенной для города. Приоритетный проект формирования комфортной городской среды в Ахтубинске успешно реализуется третий год подряд. За это время появилась набережная в заречной части города, новая парковая зона Арбат-400, обустроен стадион Волга, а также дворовая территория возле мемориального комплекса Крыло и Кара. Работа в этом направлении продолжается. В ближайшее время в микрорайоне имени Лавочкина появится новый сквер, парк по улице Чкалова, пешеходная зона возле водонапорной башни. А 8 сентября ахтубинцы будут вправе решить, какие еще объекты нуждаются в преобразовании. Придя на участки, жители нашего города смогут ознакомиться с семью дизайн-проектами общественных территорий, планируемых для выполнения работ по благоустройству. В списке потенциальных мест для благоустройства значатся парк на площади Победы, парк в поселке Ахтуба в районе улицы Котовского, мемориальный комплекс Крыло и Кара. Проголосовать можно будет также за Комсомольский парк, городской парк культуры и отдыха, территорию в районе дома номер 6 по улице Нестерова и дома номер 13 по улице Жуковского и парк в районе мясокомбината. Кроме этого, 9 сентября на официальном сайте муниципального образования города Ахтубинск будет организовано дополнительное электронное голосование. Справки по телефону 5 10 35. В завершении выпуска в июле в Астраханской области стартовала благотворительная акция «Первоклассник», целью которой является оказание всевозможной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, из малообеспеченных, неполных, многодетных, студенческих и опекаемых семей. Все желающие могут принести набор канцелярских товаров, собрать необходимые ученические принадлежности, помочь новоиспеченным школьникам почувствовать себя счастливым в новом учебном году. У нас в гостях Ольга Василенко, заведующая сектором по работе с семьей и социальной поддержкой населения. Ольга Владимировна, здравствуйте. Итак, как проводится у нас акция, каковы итоги, что мы можем сказать, насколько активно Актобинцы поддерживают малоимущих семей? Для начала хотелось бы сказать, что акция «Первоклассник» организована Министерством социального развития и труда Астраханской области. Проходит она в нашем районе с 2008 года. С каждым годом, к сожалению, количество нуждающихся в нашем районе увеличивается. Люди, которые оказывают помощь, принимают участие в различных благотворительных акциях, как правило, у нас одни и те же. Из года в год они помогают нам, участвуют в акциях. Из-за того, что количество желающих получить помощь у нас увеличивается, не справляются наши благотворители. Кто это благотворители? Кто эти люди? В основном это предприниматели и различные организации, которые у нас в городе существуют. Также имеются отдельные граждане, которые желают помочь или имеют возможность, обращаются к нам и помогают нашим семьям, нашим детям. Я знаю, в прошлом году у вас произошло пополнение, то есть предприниматели пришли на помощь. К нам присоединилась команда Астмаркета. Значит, благодаря им в прошлом году охват первоклассников увеличился. И в этом году также они обещали помочь нашим деткам. И еще 60 первоклассников получат помощь от этой команды. А сколько всего вы планируете охватить школьников? Есть ли какое-то число? В прошлых годах это количество было достаточно большим. В этом году мы планируем охватить 200 семей, в которых имеются дети школьного возраста. Это не только первоклассники, но и дети, школьники среднего звена. Потому что в некоторых семьях, конечно, и двое, и трое, и более учащихся. И таким семьям, конечно, больше, ну, труднее всего собрать детей в школу. В этом году мы планируем охватить более 200 семей. Это больше, чем в прошлом году? Нет, это меньше. Но обратилось к нам в этом году около 100 семей, которые сами лично к нам обратились за помощью. То есть еще дополнительно вы будете искать 100 семей, которые... Ну, есть семьи, которые состоят у нас на учетах, есть семьи, которые стоят на социальном сопровождении. Ну, в которых... Есть семьи, в которых родители ненадлежащим образом осуществляют уход за детьми. Многие жители города возмущаются на этот счет, что вот там таким семьям помогают, а им вот они работают, трудятся, а им не помогают. Хотелось бы сказать, что мы помогаем, да, семьям, но основная наша задача – помочь детям. Потому что каждый ребенок хочет пойти в школу, иметь что-то новое, что-то хорошее. И мы должны сделать так, чтобы 1 сентября для этих детей стало праздником. Ольга Владимировна, как сделать так, чтобы этот день стал праздником? Как сделать доброе дело? Центр социальной поддержки населения призывает всех жителей города, у которых есть возможность оказать помощь, принять участие в акции «Первоклассник» и помочь будущим школьникам, настоящим школьникам ощутить этот праздник. Для этого нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения. Мы будем рады любой помощи. Ну и школьники тоже. Мы тоже будем рады, что нас услышат, увидят и количество желающих все-таки увеличится. Ольга Владимировна, спасибо вам большое за беседу. У нас на этом все новости. Будьте в курсе событий города-района Сахтубинс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова